В Израиле собак научили по запаху определять наличие у пациента онкологического заболевания и даже выявлять вид опухоли. Сейчас завершается финальный этап испытаний, после чего эта методика будет сертифицирована и ее начнут внедрять в больницах, рассказывает Сергей Остлендер. Лабрадор внимательно обнюхивает объекты, но ищет не наркотики или другие запрещенные предметы. Собака ищет злокачественные опухоли. Это выглядит как фантастика, но это реальность. Новейшая технология, которую разработала израильская компания для диагностики рака. Сейчас существует множество способов выявить рак, таких как маммография, колоноскопия, разные сложные обследования. Проблема в том, что они дорогие и требуют наличия высокоподготовленного персонала, который нужно долго обучать. Есть генетические тесты, основанные на анализе крови, но все равно они стоят дорого и нужно идти в лабораторию, сдавать кровь и проводить исследования. Наш тест стоит очень дешево и проводить его можно фактически в домашних условиях. Поразительные результаты дали уже первые проверки. Собаки почти в 93% случаев правильно диагностируют 4 вида опухолей. Молочной железы, легких, кишечника и предстательной железы. Более того, они способны выявлять рак до появления симптомов, что является критически важным параметром. Смертность сильно зависит от стадии, на которые поставили диагноз. Чем раньше, тем шансов больше. Наша технология основана на искусственном интеллекте. Программа анализирует поведение собак из лаборатории. Человек дышит в течение пяти минут в специальную маску. Затем ее герметически упаковывают и отправляют в лабораторию, где ее обнюхивает собака. Компьютерная программа анализирует поведение животного и определяет, есть ли онкология или нет. Исследования проводили в двух больницах. Всего было проверено 575 проб, из которых больше половины были здоровые люди. Так называемая контрольная группа. В 174 случаях собаки выявили рак на очень ранней стадии. Собакам удавалось правильно унюхать опухоль в 92% случаев, а ошиблись животные лишь в 7%. По данным Минздрава Израиля, в 2020 году, например, онкологические диагнозы были поставлены 30 тысячам израильтян. 12 тысяч из них умерли. Новая методика, которую собираются внедрить в течение полутора-двух лет, поможет резко сократить это число. Сергей Услендер, Хабар-24.